Всем здарова! Без лишних слов. 15-й бой третьего раунда. Старшие демоны 1667 и 833 вармонгеры. Погнали! Первыми у нас бить будут вармонгеры, да? Чуть-чуть у них выше инициатива. С другой стороны, конечно, у красных демонов есть прыжок. Ой, красный, господи, у старших. Открытий врат, конечно же, мы не используем. Просто чистая пиво-вода. Такие максимально дурацкие существа. Ну как дурацкие, да? Так, стоп, что это такое? Мне кажется, или демонам конец. Ха-ха! Настолько легко. Слушайте, вармонгеры чё-то какие-то жёсткие, да? Ну что ж, демоны у нас и так далеко прошли, а вармонгеры заслуженно проходят в четвёртый раунд. Давайте ещё разок попробуем сразиться. В этот раз позволим демонам прыгнуть. И сразу снесём, да? Довольно большое количество. Эм. Ну это до свидания вообще. Это до свидания. У старших демонов нет никаких шансов. Так даже ещё хуже. Вообще жесть. Бой номер шестнадцать. Ох, чё сейчас будет-то? Вообще без понятия, чё сейчас будет с одной стороны. Имбовые палачи с другой стороны. Стрелки, да? Про них и говорить-то толком ничего не надо. Ну, чё я могу тебе сказать здесь? Смело бежим вперёд. Смысла нету. Моросить. Добегаем довольно быстро. Девяносто семь. Удары. Сыпятся. Так, это чё у нас такое было? Что это было? Кто знает? Что это было? Никто не знает, да? Ну, бьём чё? И ещё, и ещё бьём. Двенадцать. Не всё так просто. Похоже, стрелки всё-таки победят. А может быть и нет. Вообще, скорее всего, да. Да, один остался. Палач. И всё, он уже не остался. И стрелки гордо проходят четвёртый раунд, победив серьёзнейшего соперника. Бой номер семнадцать. Волченцы против нимф. Вообще, тоже без понятия, чё сейчас будет. Но первыми, конечно же, будут бить... Нимфы, конечно, да. Конечно, нимфы тоже ещё. Чё, они так медленно летают? Сносим. Ещё сносим. Так, и... Довольно жёстко включают ополченцы. Посильнее, конечно, не дамажат. Хотя их уже примерно равное количество осталось. Ну, просто инициативой своей безумной... Перетягивают дьявол на себя. Нимфы. Долго, да? Долго у нас праздновали ополченцы, вот логов, вот это вот всё, да? Вот эти вот пупсики толстенькие. А всего-то навсего надо было наткнуться на... На кого-то типа нимф. Не, ну это, конечно, очень серьёзно. Нимфы проходят четвёртый раунд. Проведём ещё один бой. Разделим на два стэка. Ополченцев. Смотрим, чё будет. Максимально так подальше всех раскидаем. Минус 400. Минус... Ассирта 600. Да, это много. И да, это больно. Сделаем вот так, чтобы он не добежал. Ну то есть, что будем подыгрывать ополченцам, да? Согласитесь. Зачем нам это делать? Будем вот так вот убегать. И убьём их просто, да? Ну и всё. На этом, в принципе, матч опять-таки заканчивается. Сейчас будет долгое... планомерное уничтожение ополченцев. Всё, завязывайте. В общем, нет шансов, да? Нет шансов ополченцев в таком бою. Вообще интересно, конечно, кто их сможет победить. Но на самом деле много. Кто? Стрелки какие-нибудь, да? Бестии, как мне кажется, да? Вполне себе могут размотать нимф. Поэтому с удовольствием на это всё я посмотрю в четвёртом раунде. Нимфы 100% проходят дальше. Бой номер 18. Гремлины вредители. Лендлорды. Погнали. 183. Ну вот эта мораль, это что-то прям совсем незаконное. Поэтому этим мы пользоваться не будем. Они и так бедные несчастные. Но лортики не могут добежать всё никак. Придётся даже как-то, видимо, под прямую стрелу встать. Встанем, чё? Ё-моё! Просто разматывают. Просто разматывают. Ну окей. Пока так. Доходим и сразу уже чуть-чуть по-другому, да, смотрится всё. Ну мы отбежим, чё мы, да? Извирьки, что ли? Да какая-то просто неимоверная мораль постоянная, да? Просто неимоверная. 160. Не, ну много, конечно. Если так, да, то много дамажит, конечно. Гремлины. Ничего не скажешь. Ландлорды тоже неплохи. Ну всё, сдулись. Сдулись ландлорды. Ну здесь мы можем прям даже отойти. Почему так вообще, да? Инициатива 12, инициатива 8. Ну, конечно, полтора раза больше инициативы. Это жёстко. Ну и всё, до свидания. Я думаю, 100%. С учётом того, что я подыгрывал, можно сказать, да, лордом. Гремлины всё равно победили. Гремлины-вредители проходят дальше. Финал уже практически. Бой номер 19. Здесь у нас феи, адепты. Огромная разница просто в количестве. Но это ещё ни о чём не говорит. Хотя, вообще-то, скорее всего, говорит, да? Все мы всё понимаем. Подлетаем. В любом случае, адепт у нас наносит удар. Хотя бы один. Ну, надо это сделать. В любом случае, да? Ох ты ж, как оно выходит, да? Надо было мне на одну стрелочку дольше, ближе подлететь. Но я подлечу. Не хочу под прямую стрелу вставать. Ну, а мы здесь забафаемся, да? Раз так вот неудачно вышло. Давайте забафаемся. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Героя не надо. Тридцать три. Двадцать три. Сто восемнадцать. Ну, практически кончились у нас адепты. Огромное количество фей осталось. Честно говоря, не думаю, что что-то изменится при другой расстановке боёв. Феи проходят в следующий раунд. Ну, попробуем всё-таки разделить адептов на два стека. Почему бы нет? Здесь можно... Что можно, да? Бить, короче, надо просто. Бить и всё. Здесь хоть бафайся, хоть не бафайся. Мне кажется, толку особо не будет. Стреляем, короче. Ну, урон катастрофически маленький. Окей, вот здесь вот можно под конец уже бафнуть этого парня. Побольше, конечно, дамажим. Чё не скажешь. Ну, получше, да, немножко? Получше. Хотя нет, вообще то же самое. Феи с абсолютно таким же успехом проходят дальше. В любом случае. Даже, по-моему, ещё больше их осталось. Всё точно. Феи проходят в четвёртый раунд. 100%. Следующий бой. Совсем жёсткий уже. Вогители. 2500. 36 ангелов. Жёсткий в плане колоссальной разницы в стоимости, да, и в количестве. Ну, в любом случае, первый удар будут наносить у нас наши прекрасные ангелы. Давайте вспомним, что у нас из себя пристают воители. Ярость, большой щит, броня. Стена из щитов. Ну, то есть, нам выгодно шкериться, да? Ну, а за ангела нам, наоборот, выгодно не шкериться, да? Как-то так встать, чтобы на нас не могли напасть первым. Ну, короче, ладно. Здесь стоим, здесь бьём. 166. Минус 8. Минус 173. Ну, походу, всё-таки... Да, прям реально заметно. Ну, то есть, ходить толку вообще нету. За ангела, да? Заметно, что урон падает. Прикольная билга. Такая, конечно, немножко попахивает какой-то отсебятиной. Уже не знали, что выдумать, разработчики. Ну, конечно, конечно. К сожалению. Или к счастью для кого-то. Боители проходят дальше. Без шансов абсолютно уничтожая ангела. Уж слишком. Боители дешёвые. Ну, ничего. Их собратьям, да? Горным защитникам и всем прочим. Это не помогло. Найдётся и на них управа. А может быть и нет. Может быть, боители выиграют в турнире. Лайк, если хотите, чтобы выители выиграли в турнире. Ноль лайков на видосе. Всё, короче. Последний, двадцать первый бой третьего раунда. Это бой, который все мы так долго ждали. Несколько, конечно, вообще всем плевать было. Но гремлин и деволято. Ну, мало ли кто-то реально ждал, да? Такие вот у нас прекрасные существа. Мне кажется, это деволято, это гремлины, которые попадают в ад. Ну, чё? Побежали, чё? Довольно сильно разнится урон. Пятьсот в итоге мы снесли. А тут мы сносим... Сколько, сколько? Посмотрел, короче, сколько там урона они нанесли. А смотреть мне лень. Слушайте, нормально, деволято, месят, конечно, жёстко. Но я грибаю от них. Но я говорю, битва титанов. Сильнейшие юниты просто собрались. Огромная инициатива у деволято. Огромная инициатива у нас. Но чё-то, походу, гремлины... Как-то поинтереснее себя чувствуют. Да, гремлины пересиливают. Гремлины побеждают. Гремлины проходят в следующий раунд. Итак, друзья мои, подводим итоги третьего раунда. Провели мы 21 бой. Что мы можем здесь сказать? Демоны. Инферно. Никто не прошёл в следующий раунд. Огненные демоны, старшие демоны деволято. Все проиграли своим соперникам. Но справедливости ради соперники действительно попались имбовые. Но, в принципе, тут уже практически все существа имбовые. Уже третий раунд это был. То есть уже самые-самые крутые существа только проходят дальше. Что дальше? Орден порядка. Люди тоже никто не прошёл. Было целых пять существ. Никто не прошёл. Древнители веры проиграли призракам. Довольно-таки... Кстати, круто сражались на самом деле. Но всё-таки призраки половчея, поприкольнее оказались. Ополченцы, лендлорды просто вообще в хламину проиграли. Нимфам, гремлинам. Ну, тут соперниками, конечно, объективно не повезло. Но, опять же, третий раунд. Кому увезёт здесь соперниками? Хоть один бой назовите, кому соперникам повезло. Никому. Адепты проиграли феям, тоже логично. Ангелы проиграли воителям. Ну, вот так вот. Вот так вот, да. Я думаю, ну, могли бы они кого-то здесь победить. Но случайный, да, случайный рандомный жребий выпал так, что они попали на этих соперников и проиграли абсолютно вообще без шансов. Кто у нас дальше? Кто у нас дальше идёт? Академия волшебства. Два юнитика у нас проходят дальше. И кто бы это мог быть, да? Кто это мог бы быть? Ну, это гремлины, вредители и просто гремлины. Такие вот они жёсткие ребята. Ну, что ж, они действительно жёсткие. Очень дешёвые, да? Вот в моём турнире это тащат. Их очень много. А дешёвые, да, очень дешёвые юниты первого уровня. Ещё и стрелки, да, это, по-моему, единственные стрелки. А, ну, нет, ещё лазутчики, да, как раз. Но лазутчики тоже прошли, кстати говоря, да? Ассасины кому-то проиграли, помню. В очень равном бою они проиграли, по-моему, драконом Арката. Или огненным драконом. Кому-то из них они проиграли. Так бы тоже прошли. Я думаю, многих бы победили. Ну, вот гремлины проходят дальше. Нежить. Некрополис, да? Ну, так, средненько, да, средненько себя проявили. Примерно 50 на 50. Сколько у нас было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Существо у нас пришло в третий раунд. И закончило четыре. Ну, четыре из девяти, да, чуть меньше половины. Прошло вперёд. Вампиры проиграли Фурия. Ну, тут очень, как бы такая битва, да, серьёзная. Фуриям проиграть не стыдно. Костяные драконы проиграли Мегером. То же самое, да? В принципе, и вампиры, и костяные драконы себя круто показывали. Но всё-таки против Фурии и Мегер ничего не поделаешь. Я даже не знаю, кто их вообще будет побеждать. Ну, сейчас, в принципе, и узнаем в следующем раунде. Костяные воины, кстати, прошли дальше. Победили довольно-таки имбовых архимагов. Но огненный шар, это не такая уж имба против пяти тысяч скелетов, да, как оказалось. Всё-таки тут, опять же, количеством, дешевизной. По-моему, это самый, да, это, наверное, самые дешёвые вообще существа в игре. По-моему, да, стены воины. То есть вот так вот они проходят дальше. Но, думаю, всё равно кто-нибудь их размотает. Не думаю, что они выиграют турнир. Книщие зомби проиграли боевым кентаврам. Да, причём всё равно неплохо себя проявляли. Но они напали, да, всё-таки на стрелков. Им везло с соперниками, они разматывали их за счёт своей живучести. Да, но всё-таки против стрелков, причём довольно-таки жёстких. Таких, как боевые кентавры, они не смогли ничего поделать. Ещё и количество, да, примерно одинаковое. То есть ничего. Не ищие зомби не смогли противопоставить. Вот привидения и призраки, да, размотали. И драконов аркады, и ревнителей веры, да, вот очень жёсткие соперники им попались. Но всё равно призраки и привидения справились, проходят дальше. Только духи у нас проиграли. Ну, это ещё в прошлом раунде были проиграли. Они кому-то из фурии, то ли мегером, да, то ли бестиям. Ну, то есть это вот единственный реально шанс, да, и тех и других как-то выкинуть из соревнования, если призраки и фурии друг с другом встретятся. Ну, посмотрим. Может быть и нет. Может быть кто-то ещё, да, сможет их победить. Князья вампиров и дочери земли. Очень жёсткая была битва. Сколько я там делал раундов? Несколько раундов. Но как-то вот так я решил, что дочери земли проходят дальше. Князья вампиров очень сложно играются в этом турнире, да, за счёт того, что им... Не то, что не отвечают на атаку, а вообще, да, вампиры, князья блокируют всяческие вообще попытки что-то сделать своего соперника именно в боях один на один, да. Эта обилка, естественно, не такая имбовая в массовых каких-то битвах, но вот в боях стэк на стэк это просто нереально. Но стоило мне разделить всех на два стэка, да, дочери земли. И тут же они своими бафами, вот этими дебафами, ускорения, замедления просто князей вампиров размотали. Поэтому всё-таки... Всё-таки дочери земли проходят дальше. Высшие личи проиграли хозяевам медведя. Вот это был очень неожиданный бой. Я вообще на хозяев медведей не ставил. Они еле-еле там как-то карабкались, еле-еле побеждали в первых двух раундах. Тут так уверенно высших лечей размотали. Ну, не думаю, что они дальше пройдут. Ну, посмотрим. Существа прикольные. Будет интересно на них посмотреть. Астральные драконы и шаманки. Вот астральные драконы победили шаманок, кстати. Вот это довольно неожиданно было. Астральные драконы чуть ли не единственные, кстати, существа седьмого тира, да. Только у нас вот ещё есть свободные циклопы и красные драконы, но о них позднее. Астральные драконы, да, круто себя проявляют. Они довольно дешёвые, да, но при этом со своими тоже фишками. Как-никак седьмой тир, но при этом очень дешёвые. Размотали шаманок, в принципе, вообще уверенно. Вот так вот у нас себя проявил Некрополис. Лесной союз великолепно себя проявил. Слушайте, всего три существа прошло, да, вошло в третий раунд и вышли все в полном составе. Лесные стрелки размотали палачей, нимфы, ополченцы, феи и адептов. Имбовые, да, и довольно имбовых три существа. Посмотрим, что их ждёт дальше. Остались у нас для разбора Орда. Орда себя неплохо проявила. Давайте посчитаем. В третий раунд вошло раз, два, три, четыре, пять, шесть существ, а вышло четыре. Ну, то есть больше половины, да. Свободные циклопы. А, ну давайте этот бой в конце разберём. Боевые кентавры и гниющие зомби. Боевые кентавры предсказуемо победили, да. Очень сильные, очень сильные ребята. Дочери земли размотали князей и вампиров в безумной битве. Обязательно посмотрите этот бой. Шаманки и астральные драконы. А, ну они проиграли, да. Вармонгеры победили старших демонов. Вообще легчайше просто. Я думал, будет какая-то равная битва там, знаете, что-то, ну, такое интересное будет. Заруба какая-то нет вообще ничего такого. Не было. Просто вармонгеры развалили старших демонов. Ну, просто как детишек каких-то, да. И проходят дальше. Ну, от палачи лесным стрелкам проиграли. Ну, тоже достойно они сражались. Но нарвались на имбу. Ну, и остались у нас Лига Теней. Лазутчики победили Каменные Гаргулии. Я не ждал, кстати, что так будет. Думал, Каменные Гаргулии числом завалят. Вот интересно, да. Лазутчики первый тир Каменные Гаргулии, второй тир. При этом Каменные Гаргулии еще и больше. Но при этом они все равно проиграли. Лазутчики, я не знаю, за счет чего они побеждают. Да. Без понятия. Но они это делают. Из раза в раз как-то они побеждают своих соперников. Хотя, казалось бы, дорогие, да, для первого тира. Мало выстрелов. Никаких особых способностей нет. Вообще никаких, можно сказать, способностей нет у них. Просто самые обычные такие вот стрелки, да, которые и в ближнем бою, правда, тоже неплохо месят. Но вот чисто этого хватает, чтобы разматывать вот уже третьего соперника. Вести победили Огненных Демонов. Ну, тут без шансов. Фурии победили Вампиров. Кстати, довольно-таки удивительный бой. Ну, Фурии слишком своим натиском берут. Да, действительно, Фурии. Мегеры Костяных Драконов победили. Тоже жестко. Ну, вообще, то есть, без понятия, как их останавливать. Посмотрим, как в четвертом раунде они себя проявят. Минотавры вот разве что проиграли Огненным Драконам. Ну, тут тоже не было шансов у Минотавров. Они и так себя хорошо проявляли до этого. Ну, вот Огненные Драконы имеют все, да. Все против того, чтобы побеждать Минотавров. Ну, и вообще, подобные существа. Так что, Огненные Драконы проходят дальше. Наездники на ящерах просто в хламину разнесли Громоверцев. Тоже надо будет что-то думать насчет наездников, потому что слишком имбовая способность то, что они защиту как бы, да, снимают всю, можно сказать. Ну, опять же, посмотрим на кого они нарвутся в следующий раз. И вот такой бой был очень интересный. Красные Драконы и Свободные Циклопы. Я там много проводил раундов. Четыре боя вроде бы проводил, да. Сначала один на один Красные Драконы просто без шансов уничтожили Циклопов. Стоило мне потом разделить и тех, и тех на два стека, как Свободные Циклопы без шансов победили Красных Драконов. Так же, да, без шансов, как и они до этого проиграли. Потом еще раз я попробовал поиграть. Немножко по-другому там вел себя, да, за Красных Драконов. Как-то так, да. Не подставлялся. Но все равно проиграли. Но потом как-то еще немножко я подсуетился, да. Чуть-чуть там тоже подальше отлетал, чтобы под двойные атаки не вставать, да. И Красные Драконы победили. То есть, очень-очень-очень равная битва. И неохота мне было ни тех, ни тех терять. Поэтому я решил, что Красные Драконы и Свободные Циклопы, и Красные Драконы проходят дальше. Почему, да? Потому что у нас 21 бой был. 21, собственно, соперник должен был бы пройти. Но это число у нас нечетное. А так вот Красные Драконы идут 22-ми. И проведем с вами 11 боев в четвертом раунде. Больше всего, да, у нас осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть осталось представителей Лиги Теней. Четверо Некрополиса. Четверо Орды. Трое от Гномов. Трое от Лесного Союза. И сколько? Двое. Двое от Магов. Ноль от Инферно. Ноль от Людей. Сужается круг, да? Сужается круг. И я с удовольствием буду смотреть, что будет происходить дальше. Надеюсь, вам тоже будет очень интересно. Спасибо, что оставляете комментарии. Советы. Всех обнимаю. Всем пока. И до скорого.